Какой чудесный день на даче! Но я любуюсь с жуками. Надёжно защитит урожай от колорадского жука, проволочника и болезней. Обработка клубней картофеля престижем перед посадкой. Престиж. Не дай себя согнуть. Проверь код защиты от подделки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Важно грамотно его посадить. Если вы просто выкопаете небольшую лунку на вашем участке и посадите такой саженец, то никакого толку от этого не будет. Виноград долгое время будет сидеть на одном месте. Здесь, конечно же, нужно потрудиться. Посадочную яму выкапываем 70 на 70 сантиметров. И причём, когда мы будем выкапывать эту посадочную яму, то верхний слой земли мы откладываем в отдельную сторону, а более низкий слой в другую сторону. Когда у нас уже получилась посадочная яма, довольно глубокая, то на дно мы добавляем именно ту землю, которая была в верхнем слое почвы. Обязательно на одну посадочную яму добавляем одно ведро песка, добавляем пол ведра золы и, желательно, ведро старого перегноя или компоста. Всё это хорошо перемешиваем. Заполняем нашу посадочную яму этим субстратом почти до верха, но ниже уровня почвы на 20 сантиметров. Таким образом, чтобы у нас было углубление. И когда мы саженец высаживаем, дорогие друзья, обращая особое внимание, то корневая шейка должна быть заглублена на 20 сантиметров, если мы будем сравнивать с уровнем почвы на нашем участке. То есть саженец сажаем поглубже. Это очень важно. Обязательно делаем валик вокруг земли для того, чтобы наш виноград посаженный находился в небольшом углублении. Но это необходимо для того, чтобы удобнее было проводить поливы. Конечно же, для любого винограда необходима опора. Причём виноград – это такое солнечное растение. Посадки нужно проводить на ярком солнечном освещении. Ну а в течение лета уход довольно прост. То есть в течение всего периода вегетации необходимо удалять пасынки, которые образуются у винограда. Пасынки, подобно тому, как мы удаляем у томатов. И когда уже наш виноград окрепнет и начнёт давать урожай, то обязательно нужно проводить прищепку вертикального побега. То есть если мы смотрим, что завязались уже плодики, завязались небольшие грозди, то оставляем всего несколько штук. И далее наш главный побег мы должны удалить. То есть провести пинцировку. Это необходимо. К сожалению, довольно часто виноград на наших участках болеет двумя опасными грибными заболеваниями. Это мельдию и аидиум. Поэтому тоже необходимо проводить обработки комплексными фунгицидами, то есть препаратами от грибных заболеваний. Когда уже инфекция развивается сильно, а выражается это на таких вздутиях, на пятнах, как с верхней, так и с нижней стороны листьев, то виноград, во-первых, выглядит, так скажем, нездоровым. И кроме того, если мы не будем проводить обработки, то, конечно же, получим минимальный урожай. Еще виноград требует обильного полива, особенно в жаркую и сухую погоду. И помните о том, что корни у этого растения уходят глубоко в землю, поэтому нужно пролить весь ком земли. Если вы эту культуру укрываете на зимний период, то можно вообще оставлять лозу длиной примерно 2 метра от почвы, а всю остальную часть можно обрезать. Причем обрезку проводят именно в осенний период, до начала зимы. Обрезая виноград в осенний период, можно использовать чубуки, побеги для укоренения. Но об этом мы будем говорить в передачах нашего осеннего периода. Что касается ухода в летнее время, то, конечно же, любое растение, виноград в частности, будет хорошо отзываться на внесение удобрения. Можно вносить удобрения как в гранулированном виде, так и в жидком, то есть любые комплексные удобрения. Виноград будет хорошо на них отзываться, если можно уносить удобрения до середины июля, примерно один раз в 20 дней. То есть можно использовать любые комплексные удобрения. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. Я желаю вам удачи и не только на даче. Субтитры подогнал «Симон»!